Всем привет! Сегодня буду пересаживать юку, так как она у меня завалилась. Директора здесь, все под наблюдением. Будете наблюдать, как я что делаю. Пересадка это конечно вынуждена, потому что она просто сейчас держится только на двери шкафа, а так она падает. Падает вместе с горшком переваливается, так что я и приготовила горшок, а горшок я и приготовила из-под стефанокиса. Как раз ей будет хорошо и я ее уже трогать отсюда конечно уже не буду, это ее уже последний горшок. То есть пусть она растет. Горшок на 50 литров, но это тоже большой. Здесь она у меня сидит в этом горшке 6 лет уже. Я ее отсюда даже не пересаживала. Вырастила я юку сама из отростеля. Мне моя подруга дала отросток и вот он хорошо очень укореняется в воде, просто в банку поставила, дала корни, я ее посадила. И вот за 6 лет она вот такая у меня вот выдурила большая. Но здесь вот у нее детка уже растет. Ну в общем сейчас я ее буду переваливать. Так вот здесь вот у меня еще отпору нужно убрать. Ну конечно она уже выросла вообще огромная. Так, ничего не вижу. А, все, перестрибла. Оно у меня видите упало и еще вот так вот загнулось. В общем, ой, буду ее ложить на бок. Вот так вот. Как раз директор сейчас погрызет листочки. Они это дело любят. Не знаю почему кошки очень любят драцену, юку вот покусать. Вот, Симон, что ты делаешь? Вот видите, у нее такая деточка здесь хорошая. Вот еще один идет. Помощник. Так. Ну конечно же, я так и думала. Она хорошо там приросла. Ох, крепко сидит. Придется как репку, то знаете. Сказки. Тащим-потащим, а вытащить не можем. Сейчас позову своих котов, наверное. Оператора тоже в помощь. И потом продолжим съемку. Ну вот. Вроде как выбили ее из горшка. Уууу. Тут, конечно, наплела, худели она. Вообще все, 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 все. Обмотано прям. Обмотано все корнями. Ну вот видите, что тут все, 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 все. Это просто один ком корней. Я ей сейчас здесь земля у меня универсальная. Это горшок, я уже говорила, из степанокиса. Очень печальная история. Мне, конечно, его очень жалко. Я здесь добавила древесный уголь. Хорошо добавила. Потому что древесный уголь, он хорошо борется как раз, если переувлажнение почвы было, то он себя это забирает и не дает загнить корням. Можно даже еще добавить чуть-чуть. Как бы вреда от него не будет, а только, только будет хорошо. И вот так вот хорошо здесь все это перемешаем. Ну, сейчас я подниму свою девочку в горшок. Ух ты! Ну вот, отлично. Ей здесь будет хорошо. Видите, какая она у меня большая. Опору я ей ставить, конечно, не буду. Я вот эту макушку ей переукореню и подсажу, наверное, рядом. Пусть они растут вот так вот пышные здесь. Будет хорошо. И после обрезки она тоже даст боковые еще. Ну, сейчас я ей, конечно, вокруг подцеплю земли, но вверх я сильно ей не буду ее шишку заглублять. Я ее сейчас чуть-чуть еще приподниму, потому что она туда завалилась у меня. Так. Ну, она у меня, конечно, не стоит, потому что макушка у нее очень такая. Вот сейчас думаю, как я ее обрежу. Наверное, вот здесь обрежу ее. А вот эту часть я ее как раз укореню. Да, наверное, вот здесь вот. О, отлично. Вот этот срез можно залить воском. Что я, наверное, сейчас это и сделаю. Ну, вот убрала у нее здесь вот листья. Универсальный грунт просто. Я уже и говорила. Ну, вот я ее начала присыпать. Уход за ней вообще простой. Поливаю я редко ее. Вообще редко. Она у меня, можно сказать, просыхает. Я ей даю полностью просохнуть грунту, потому что она, как и другие, не любит переувлажнения. А вот сейчас вот я грунт, он такой, знаете, влажный. Я ее тоже поливать сейчас после пересадки не буду. Долгое время пока не посмотрю, что этот грунт у меня стал уже подсыхать. Не знаю, тупо там укорененную подсажу сюда. Либо будет у меня еще одна юка. Хотя места их не хватает. Не знаю даже, может быть, их вместе буду ростить в одном кашпо. Ну, вот я присыпала. То есть у меня как было вот здесь вот на поверхности вот это место, оно так и осталось. Даже вот у нее корешочки здесь видны. Можно даже совочек еще добавить. Добавить. Земля эта уже, как видите, с разрыхлителем в ней содержится перлит. Она такая, в общем-то, земелька хорошая. Я в последнее время ее покупаю. Ну, вот так получилось. Ну, она сейчас такая более аккуратная будет. Она выпустит здесь, ну, не знаю, может быть, один побег, может быть, два побега. Это неизвестно. Это все зависит от нее, как она захочет разветвиться или нет. А вот эту макушку я укореню. Я ее поставлю, ну, наверное, в ведро придется ставить ее, потому что банку перевернет. Просто я дам просохнуть ей, думаю, дня два, чтобы она немножко, знаете, когда банку с водой поставлю, чтобы она не загнила. Она у меня просто полежит. И потом я ее поставлю в воду, и она прекрасно укоренится. Я просто уже это делала. Потому что я вот вырастила сама тоже с макушки. Но у меня макушка была намного меньше. У меня была маленькая совсем. Директора, конечно, мне помогали. Я бы, наверное, без них не справилась. Вот видите, он прям не знает, как бы ее укусить. Вот идет за ней. Как бы ее укусить. Она, кстати, колючая такая вообще. Сейчас, когда будет тепло на веранде, я ее вынесу туда. Она будет стоять на веранде. А так пока она у меня стоит здесь. Света здесь есть, в принципе. Ну, такая комната не очень светлая, могу сказать. Но я включаю здесь свет. Иногда, что у меня здесь и драцена стоит. И вот юка. Так что была у меня одна юка. А теперь у меня будут целых две. Все-таки я решила их в разное кашпо посадить. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok